Самые властные и сексуальные женщины Израиля Стиль ценности Полночь 4, 11 января 2019 года Дочери Сиона Самые властные и сексуальные женщины Израиля Бар Рафаэль и фото Instagram East News Лента.ру продолжает рассказывать о самых успешных женщинах разных стран мира. В предыдущих материалах шла речь об арабских принцессах, знаменитых японках и гражданках Индии. На сей раз будет рассказ о жительницах Израиля, а до его появления на политической карте мира Палестины. Среди них поэтесса, политик, певица, супермодель и актриса с мировым именем. Рахель Блухштейн израильское правительство в 2017 году решило пропагандировать культуру самым логичным образом с помощью денег. Именно поэтому на банкноте в 20-ти шикелей появился портрет не политика, не ученого и ни одного из отцов-основателей еврейского государства, а поэтессы Блухштейн. Ее считают классиком израильской поэзии, хотя собственно в Израиле ей пожить не довелось. Она умерла в 1931 году в Палестине, британской подмандатной территории, которая стала Израилем более чем через 15 лет, уже после Второй мировой. Рахель Блухштейн в молодости фото 1.4 поэтесса классик писала на иврите, но это не был ее родной язык, она родилась в Саратове, а выросла в Полтаве. В детстве рая, так ее называли на русский лад, говорила на идише и по-русски. Ее отец Исай, Исер Лейб, Блухштейн был выходцем из еврейских кантонистов, военнослужащих, увалившись из армии. Он завел свое дело и стал купцом, не слишком богатым, но его денег хватило на образование четырех дочерей от второго брака. Рая Рахель родилась в 1890 году, когда ее отцу было уже под 60. По материнской линии она происходила из интеллигентной семьи Мандельштам, с поэтом Осипом Мандельштамом в родстве она не состояла, но среди родственников ее матери Софии были известные врачи и ученые. Образованная и красивая молодая девушка не стремилась к замужеству, ей хотелось жить и работать на земле своих далеких предков. Как раз тогда, следуя призывам одного из отцов-основателей будущего государства Израиль Теодора Герцеля, еврейская молодежь хлынула в подмандатную Палестину, чтобы, как они говорили, возродить землю своих прадцов. Американские и британские богатые евреи выкупали у местных жителей земельные участки, на которых образовывались сельскохозяйственные коммуны-кибуцы. В одном из таких кибуцев, после непродолжительной жизни в городе Риховате, где она совершенствовала свой еврейт, работая в детском саду с детьми, которые знали язык с рождения, и поселилась Рая, которая после репатриации называла себя Рахилю, ее фамилию Блюфштейн стали произносить как Блюфштейн. Литературой будущий классик занималась в свободное от сельхозработ время, а работала она так успешно, что ее отправили повышать квалификацию учиться на агрономов Тулузе. Рахель окончила университетский курс на отлично, все же кровь ученых Мандельштамов давала себя знать, но на обратном пути заехала повидать родных и застряла в России, началась Первая мировая война. В голодные военные годы Паэтесса заболела туберкулезом. Она вернулась в Палестину и поселилась в Кибуцидгане-Алев, неподалеку от озера Кенерет, в православной традиции Галилейского моря. Но тяжелая болезнь, от которой в те времена не было эффективных лекарств, не позволила ей продолжать работать агрономом. Рахель перебралась в Тель-Авив и там написала все свои самые известные стихотворения, включая хрестоматийное ностальгическое Кенерет Шеле, «Мой Кенерет», впоследствии ставшие популярной песней на музыку Иегуда Шарета. Кроме того, свободно владея русским и французским, она много занималась переводами. Умерла Паэтесса в 1931 году, когда ей было всего 40 лет. Голдомир во время публичного выступления в 1952 году фото 1.5 Голдомир Голдомобович, так звали будущего премьер-министра Израиля в молодости, как и Рахель Блувштейн, родилась в Российской империи в конце 19 века. Однако этим сходство происхождения двух знаменитых женщин и ограничивается. Семья Голды была очень бедной, из восьми детей выжило только трое, она сама и две ее сестры. От погромов и голодной смерти Мобовичей спасла эмиграция. В 1906 году мать Голды с дочерьми переехали из России в Америку, в город Милувоке следом за отцом, который перебрался в Штаты на заработки тремя годами ранее. Америка стала для юной Голды поистине страной безграничных возможностей. Обязательное школьное обучение позволило девочке реализовать свои недюжинные организационные способности, судя по всему, врожденные. В школе Голда придумала и воплотила идею организации взаимопомощи общества юных сестер, собиравшая деньги на учебники для бедных учениц. Активную школьницу даже сфотографировали для местной газеты, тогда никто не мог даже предположить, что спустя много лет ее фото будут регулярно публиковать газеты всего мира. Голда никогда не была красавицей маленького роста, худенькая, с большим носом. Красивыми были разве что ее пышные волосы, сохранившие густоту до самой старости Меир. Но из этой хрупкой девушки буквально ключом била энергия. В 14 лет Голда без разрешения родителей уехала в Денвер к сестре, чтобы продолжить образование. В 18 поступила в Висконсинский педагогический колледж и одновременно в левую сионистскую организацию «Поалюцион», которая определила ее политические взгляды. Примерно тогда же она начала встречаться со своим будущим мужем Марисом Мейерсоном. Впоследствии в мемуарах она называла его неразговорчивым, тихим и милым молодым человеком. Год спустя Голда и Марис поженились, а в 1921 году репатриировались в подмандатную Палестину, где сократили фамилию Дамеир. Молодая женщина далеко не сразу занялась политикой, как и Рахель. Она работала в поле в Кибуце Мерхаве, а после переезда в Иерусалим и рождения детей, сына Минахема и дочери Сары, прачкой, брала стирку на дом и стирала руками. Но призвание к общественной деятельности нашло выход. Голда стала профсоюзной активисткой. В 30 лет она возглавила женский отдел Всеобщей Федерации Трудящихся, Гестадрута. В 1948 была в числе подписанта в Декларации независимости Израиля. Одной из двух подписавших документ женщин второй была известная сионистка Рахель Коэн-Каган. Взлет политической карьеры Голда Меир пришелся на ее зрелые годы. Сразу после подписания Декларации независимости она уехала послом Израиля в СССР, где пробыла год. В 1949 Голда, который уже перевалила за 50, стала депутаткой Израильского парламента, Книсета, и министром труда и социального обеспечения. Потом, в течение 10 лет, министром иностранных дел, а с 1969 по 1974 годы премьер-министром. Многие говорили, что премьер-министерская каденция Голда Меир была не самой удачной в истории государства. Однако и времена были не самые удачные для страны. На время премьерства Меир пришлись объективно проигранная война судного дня и расстрел террористами израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене. Афрохаза в 1980-е годы фото 1-4 Афрохаза Афрохаза была самой, пожалуй, известной в мире израильской певицей. 20 века и одной из первых знаменитостей в Израиле, умерших от спида. Красивая сказка о девочке из бедной семьи репатриантов из имена завершилась грустно, но исполнение ею самых популярных израильских эстрадных песен до сих пор считается эталонным. Родители Афры, ортодоксальные евреи, перебрались в Израиль из бедного мусульманского имена и их уровень жизни на новой родине, в общем-то, был приемлемым в сравнении с именом, но далеко не роскошенным. Афра была младше из восьми детей. В 12 лет будущая певица, уже демонстрировавшая незаурядные вокальные данные, стала выступать с ансамблем в переводе «Надежда», так называется «Государственный гимн Израиля». Ее заметил успешный продюсер Бицалеля Алани. По легенде, юная Ахаза сама пришла к нему домой и заявила, что станет известной певицей. Алани работал с Афрой до самого окончания ее карьеры. С собственными трудами и усилиями Алани уже в 19 лет Ахаза завоевала неофициальный титул Мадонны Ближнего Востока, естественно, в виду имелась певица Мадонна. С 1980 по 1983 год Афра удерживала титул вокалистки «Года в Израиле». В 1983 году 26-летняя Ахаза с песней «Хай», «Жив», заняла почетное второе место на безумно популярном в те времена конкурсе Евровидения. О ней узнали в Европе, а в собственной стране ее диски били рекорды продаж. Кроме песен, написанных специально для нее, исполнительница обращалась к классике. В 1985 году записала диск «Еменайт сонгс» на стихи еменского поэта «Сикстинд» века Шалама Шабази. В 1994 году вышел фильм «Патриса Жера Королева Марго». Саундтрек к нему сочинил известный сербский композитор Гаран Бригович. Ахаза спела основную тему «Элло Хай». Многие поклонники певицы отметили не только то, как потрясающий еврейский текст песни «Люк» на французский сюжет картины, но и некоторое внешнее сходство Афрехазы и исполнительницы главной роли Изабеля Джани, отец которой был алжирцем. В 1998 году Афра спела композицию «Деливерас» для саундтрека к мультфильму «Принц Египта». В своем сценическом и вечернем имидже певица нередко использовала элементы еменского национального костюма, фотографировалась для обложек альбомов в головных покрывалах, вышитых кафтанах, манистах и массивных серебряных браслетах. Надо сказать, что это был не просто маскарад. Семья Хазы сохраняла приверженность национальным традициям страны исхода. Родственникам исполнительницы не нравилось, что она, несмотря на почти пожилой по меркам религиозных людей возраст, не выходит замуж. Они настаивали на том, что Афра должна создать семью, и подыскали для нее жениха, разведенного бизнесмена Дароны Ашкинази. В 1997 году Хаза, которой было уже 40 лет, и Ашкинази поженились. Однако ничего хорошего из этого брака не вышло. В начале 2000 года Афра Хаза попала в больницу с тяжелой пневмонией, причиной которой стал СПИД, и через пару дней скончалась. По общему мнению близких к Афре людей и прессы, певицу заразил муж. Сам Ашкинази заявлял, что его жена получила СПИД во время переливания крови в больнице, куда попала после выкидыша. Правда это или нет, неизвестно. Спустя год с небольшим после смерти Афра ее вдовец скончался от передозировки наркотиков. Бар Рафаэль и Набалу. Мэтт Галла в Нью-Йорке. 2009 год фото. Мариан Кертис, Старпикс, Рекс, Шаттерсток. 1.5 Бар Рафаэль и самая известная прилежным читателем таблоидов. Деталь биографии Бар Рафаэль и роман со скороносным американским актером, звездой Титаника и кумиром тинейджерок конца 1990-х Леонардо Ди Каприо. Пара встречалась с перерывами с 2006 по 2011 год, но в итоге рассталась, так и не дотянув до свадьбы. Впрочем, если говорить объективно, Бар было чем гордиться и без романа с Лео, довольно успешной, возможно, самой успешной среди израильтинок, модельной карьерой, которая началась, когда родившийся в 1985 году Рафаэль и было всего 8 месяцев от роду. Ангела подобного голубоглазого младенчика сняли для рекламы фотоплинки. Став постарше, Бар снялась в музыкальном виде всеизраильски популярного барда Арика Эйнштейна. В 15 лет Бар уже могла похвастаться вполне сформировавшейся фигурой с впечатляющими формами и много снималась для дамских журналов, включая Vogue, L и Harper's Bazaar. С совершеннолетием к ним прибавились и мужские журналы GQ, Maxim. Как раз на это время пришелся и самый широко известный в Израиле скандал с участием Рафаэля. Она уклонялась от призывов Цахал армию обороны Израиля, обязательного для всех девушек старше 18 лет, кроме ультраортодоксальных и замужних. Чтобы не ходить в армию, в 2007 году Бар заключила фиктивный брак с другом семьи Ариком Вайнштейном и расторгла его сразу после того, как ее исключили из списков призывниц. Шума было много, но никаких кар не последовало. Но в 2013 Рафаэле, всемирно известную фотомодельным манекенщицу, пригласили сняться в адресованном молодежи ролике, продвигающем службу в Цахале, как патриотичную и всячески достойную похвалы. Против ролика бурно возмутилось армейское руководство. Оно даже выпустило специальный релиз. Если вы выбираете в качестве официального представителя страны человека, который отказался от службы в армии, вы хотите сказать, мы прощаем и не осуждаем уклонистов и более того показываем молодежи, что уклонисты могут добиться большого успеха в жизни. Когда отголоски Свары долетели до Рафаэли, она написала на иврите в социальных сетях, «Делайте с роликом, что хотите». У меня в Instagram читателей больше, чем у израильских газет. И она была совсем недалека от истины. В 2012 году бар начала встречаться с бизнесменом Ади Эзрой. Спустя три года пара устроила роскошную свадьбу в гостинице на севере страны. Невеста была в кружевном платье. Как писали журналы о свадебной моде, на его изготовление ушло 150 часов ручной работы. Правда, полюбоваться бар в этом платье смогли только специально приглашенные. Торжество проходило за закрытыми дверями. Через год после свадьбы у Эзры Рафаэля родилась старшая дочь Лив, в 2017 году младший Аэль, Галь Гадот в Нью-Йорке, 2009 год фото 1-4 Галь Гадот, если не считать родившейся в Израиле, но живущей и работающей в США Натали Портман, Галь Гадот, пожалуй, самая известная в мире израильская актриса. Ровесница Барро Фаэля, она успела сняться в нескольких блокбастерах, Бэтмен против Супермена, Назаре справедливости, Лига справедливости, Чудо-женщина, Шпионы по соседству, а также в 4-м, 5-м и 6-м форсажах. Впрочем, как и ее 1-год Кабар, Галь начинала с карьеры модели. В 2004 году 18-летняя девушка стала мисс Израиля, хотя стать первой красавицей мира ей не удалось. Она даже не стала финалисткой международного конкурса. Нужный задел был сделан. Ее пригласили сниматься в рекламе белья. Спортивных брендов, Арина и Данза и других марок, а также позировать для журналов. В отличие от Барро Фаэля, Галь не стала уклонисткой и честно пошла служить в Цехал, где была инструктором по фитнесу. Это только прибавило ей популярности. В 2007 году ее, в числе других моделей срочниц и дембелец Цехала, пригласили сняться для журнала. Максим. Фото Галь Гадотт в армейском имидже перепечатала и популярное американское издание. New York Post. Галь совершенно не стеснена религиозными традициями, которые разделяет немалая часть ее сограждан. Она свободно позирует в купальных костюмах и появляется на мероприятиях в глубоко декольтированных и ультракоротких платьях. Впрочем, ее тренированная фигура бывшего армейского фитнес-инструктора это вполне позволяет. Кинодебют Галь состоялся в израильском фильме «Куколки» 2007, а через два года она появилась на мировом экране в четвертой серии франшизы «Форсаж» и сразу стала кумиром тинейджеров, особенно, понятное дело, мужского пола. Тогда же Галь вышла замуж за своего соотечественника, израильского предпринимателя Ерона Версона, с которым у нее двое детей, дочери Альма и Майя. Гадот вошла в десятку самых высокооплачиваемых актрис 2018 года и продолжает сниматься. На 2020 год запланирован выход очередной серии суперминской франшизы «Чудо-женщина» 1984 с ее участием. Вероника Гудкова.